Псалтырь Еще раз хочу пожелать мира всем нам и вместе с вами прочитать один короткий текст из Священного Писания, который записан в книге Псалтырь из 72-го Псалма. Мы прочитаем несколько слов. Это Псалом Асафа, Псалом знаменитого псалмопевца, служителя Божьего. Этот служитель говорит так. Эти нечестивые благоденствуют веки всем, умножают богатство, «Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои и подвергал себя ранам всякий день и обличением всякое утро? Не напрасно ли я очищал сердце мое? Не напрасно ли мы сюда пришли? А не напрасно ли мы молимся? Мы молимся, просим, а ответа вроде бы нету. Мы приходим сюда в ожидании того, что Господь благословит. И действительно, какое-то благословение есть, но очень часто мы переживаем скорби и страдания. Хоть они вроде бы как бы с точки зрения вечности и кратковременные, но очень неприятные, когда их переживаешь. Не напрасно ли вообще всё это? Зачем мы здесь, зачем мы топчем дворы Господни, как говорит Священное Писание? Есть ли вообще в этом какой-то смысл? Этот вопрос задаёт служитель Божий. Это серьёзный вопрос, оказывается. Ну, понятно, харизматы приходят в Дом Божий для того, чтобы получить здоровье, богатство. Они этого ожидают. А мы приходим сюда, и здесь вдруг слышим с кафедры слова Христа «Возьми свой крест и следуй за мной. Оставь своих близких и иди благовествуй Евангелие». Ну, никакого вроде бы удовольствия здесь. И не напрасно ли вообще мы всё это делаем? Как оценить, напрасно или не напрасно? Вообще вот эта проблема «напрасно ли?» Вот этот вопрос сомнения, который возникает, это вопрос, который, очевидно, присутствует у каждого. Я не знаю точно, когда были написаны эти слова, но мне кажется, что они были написаны вчера. Они действительно написаны вчера, они написаны сегодня, потому что люди начинают сомневаться в том, что вот то, что они делают, это приносит какой-то результат. Это кому-то нужно, это мне нужно ли? Вообще вот вопрос этих сомнений, колебаний, вопрос неуверенности в том, что мы делаем правильно или неправильно, это вопрос, который ставит и более широкую проблему. Вообще, что такое напрасно? Что мы делаем вообще в жизни? И делаем ли мы что-то хорошо или делаем только напрасно? Ну, вообще, понятие «напрасно» – это безрезультативно, как бы бесполезно, когда что-то делаешь, и нет никакого ожидаемого результата. И вот тогда возникает вот это представление, что напрасно. И интересно, что люди, переживая рядом со Христом, вот это чувство, не напрасно ли мы здесь ходим за Иисусом, часто задавали Ему вот такой вопрос, «Почему ты, Господи, так делаешь?» Когда Иисус делает какие-то непонятные вещи или говорит неясные слова, говорит, что надо есть Его тело, там, пить Его кровь для еврея, это вообще звучит как-то, ну, слишком кощунственно, то люди хотят уходить и спрашивают, «Господи, что это, как это?» А Иисус говорит, «Не хотите ли вы это идти от Меня?» Даже не объясняет им подробно, что это значит, даёт какие-то только намёки. То есть, оказывается, Он оставляет нас в каком-то неведении, и это неведение заставляет нас идти вперёд только верой. Фактически у нас часто нет ясных подтверждений того, напрасно мы делаем что-то или не напрасно. Один брат мне говорил, что я, говорит, уже больше десяти лет молюсь о своей тёще, чтобы её характер изменился. Ну и как? Я спрашиваю, напрасно. Ничего не меняется. То есть, это, конечно, такой бытовой пример, но это то, с чем мы очень часто сталкиваемся. Вроде бы мы что-то делаем, а какого-то особого результата не видно. И вообще, человек не может делать что-то, если он не видит результата. Это очень трудно. Это, по сути дела, невозможно, потому что человеку нужна осмысленность в действиях. Он должен понимать, зачем он это делает. А иначе теряется всякий интерес к работе, теряется энтузиазм, собственно, опускаются руки, если не понимаешь, зачем ты это делаешь. Нужна осмысленность. И в этом смысле, мне кажется, что очень интересным является старинный греческий миф. Уже даже в поговорку вошло это представление Сизифа в труд. То есть, напрасный, бесполезный труд. Этот старый греческий миф рассказывает об одном человеке по имени Сизиф. Кстати, он был князем или царем, можно сказать, Коринфа, того самого Коринфа, которому Павел писал послание, которое мы сегодня слышали. И вот этот Сизиф был первым хитрецом. Гомер рассказывает, что это первый грек, который начал хитрить, изворачиваться и поступать неправильно. Для своей корости, конечно. Ну, я не буду рассказывать, там очень много интересных историй, как он всех обманывал, даже богов обманывал, даже смерть сумел обмануть, как рассказывает Гомер. И за это боги решили его наказать. Ну, как наказать? Надо посильнее наказание было придумать. Если просто его там червям бросить на всю вечность или там в огонь кинуть, ну, это как бы не сильно интересно. Простое наказание. И они придумали ему страшное наказание. А наказание заключалось в том, что они дали ему возможность катить камень, заставили его катить камень на гору, поднимать этот камень. Но когда этот камень поднимался до самой вершины, он срывался вниз, и он должен был снова катить этот камень на вершину. И как достигал вершины, он снова падал вниз. И вот эта бессмысленность, оказывается, была самым страшным наказанием с точки зрения человека, древнего человека. Я думаю, не только древнего. Люди хотят иметь какой-то смысл в жизни. Кстати, изюминка этого мифа в том, что боги не заставляли его поднимать камень на вершину. Сизиф сам катил этот камень, потому что ему было обещано, если ты сумеешь всё-таки вкатить этот камень наверх, ты получишь свободу, перестанешь мучиться. И вот он сам своим внутренним желанием толкал этот камень бесполезно, бессмысленно, и всю вечность он толкает этот камень. Это ужасное наказание. Мы должны иметь какой-то смысл. И очень часто мы делаем бессмысленные вещи, потому что что-то внутри толкает нас на поиски этого смысла. И в жизни действительно надо иметь определённый смысл для того, чтобы вообще жить. Мне рассказывали про одного китайца, кажется, его звали Ли. Этот китаец дошёл уже до самой ручки, уже как бы обнищал и решил покончить жизнь самоубийством. Зачем жить в таком состоянии? Решил утопиться. Пошёл к реке и по дороге к реке нашёл монетку, и довольно дорогую монетку. Решил, ну, утопиться я ещё успею, пойду ещё на базар. Пошёл на базар, купил хлеб и цветок. Соседи спрашивают, Ли, ты что, с ума сошёл? Тебя же денег нет. Зачем ты цветок купил? Ну, хлеб понятно. А цветок зачем? Али объясняет. Хлеб – это для того, чтобы жить, а цветок для того, чтобы было, для чего жить. То есть, оказывается, человеку недостаточно только хлеб, чем жить. Ему нужен ещё смысл, для чего жить. Мы пытаемся найти смысл жизни в самых простых вещах, чтобы хоть какой-то смысл иметь. Ну, ради детей живут, чтобы дети выросли, детям дать обучение, поднять их. Прошу, а зачем дети живут? Ну, для своих детей живут. А те зачем живут? А те для своих детей. Ну, как-то бессмысленно звучит всё это. А зачем вообще мы ходим на работу? Идём на работу для того, чтобы деньги получить. А зачем тебе деньги? Ну, для того, чтобы поддержать себя, покушать. А зачем покушать? Чтобы на работу пойти. А на работу зачем пойти? Опять круг замыкается. И бессмысленность этой жизни толкает многих или в наркоманию, или в алкоголь, или в распутство, потому что, ну, чем-то занять жизнь, не надо. А настоящий смысл жизни нельзя найти в самой жизни внутри. Она не даст вам этого смысла. Смысл жизни только вне жизни можно найти. Ну, это как, скажем, обычная машина. Представьте себе, обычная машина, с которой вы все хорошо знаете, сталкиваемся, вот Тойота Королла, например. Если она попадет в руки каких-то, ну, людей, которые никогда не видели машину, пытаются разобраться, что это за конструкция, для чего она, какие-то туземцы, они поймут, может быть, через некоторое время, что эта штука едет, потому что колеса крутятся, а колеса крутятся, потому что двигатель вращается, поворачивает, потому что руль поворачивает ее. То есть, можно разобрать машину, почему она двигается, для чего каждая деталь ководельности в машине. Но понять, зачем вообще сама машина, невозможно, разбирая машину. Для того, чтобы понять, зачем машина создана, надо спросить водителя, надо спросить того, кто вне машины. Мы с вами живем и хотим найти смысл жизни здесь внутри. Ну, кто-то ищет смысл жизни в том, чтобы вот научиться хорошо музыцировать и девятую симфонию Бетховена сыграть, кто-то ищет смысл жизни, чтобы книгу какую-то написать. А зачем все это? Ведь в конечном счете мы все это оставим и все это не нужно. Смысл жизни можно найти только вне ее. А вне ее смысл рассказывает нам Священное Писание. Только Бог сообщает нам, для чего мы вообще живем здесь на земле. Он указывает, что смысл жизни для того, чтобы с Ним встретиться, чтобы в вечности жить, чтобы подготовиться к этой вечности. В этом смысл, собственно, жизни. А мы тратим эту жизнь в пустую, тратим ее напрасно, бесполезно, и потом жалеем, почему мы потратили так в пустую это время, дорогое время. Я теперь так жалею, что когда был еще в школе, не хотел учить английский язык, считал, что он мне не нужен, напрасно терял время на уроках английского, всегда отворачивался. А потом, как я жалел, как, оказывается, нужен этот язык. Но мы не понимаем, мы не можем оценить все правильно. И в духовной жизни, к сожалению, происходит то же самое. Мы теряем время, теряем возможности, теряем ресурсы, которые нам Господь дает впустую, напрасно теряем. И не понимаем, что все эти потери невосполнимы, эти потери, потому что надо искать смысл вне этой жизни. Ну, вот, Священное Писание рассказывает про одного бизнесмена, фермера, который имел очень хорошее хозяйство, трудился, много трудился, и однажды ему Господь дал очень большой урожай. И вот он уже решил, что все, я уже натрудился достаточно, сломаю все свои зернохранилища, построю новое, а Бог говорит ему, безумный, сию ночь душу твою возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с каждым, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. То есть, если мы хотим искать смысл здесь, на земле, в себе, в своих близких, или даже в какой-то пользе для общества, то мы все равно богатеем только здесь. А в Бога богатеть, оказывается, это значит перенести смысл в высшие сферы, поработать для Него, изменить себя, чтобы мы могли действительно обрести какой-то смысл в жизни. И тогда жизнь становится осмысленной, тогда мы знаем, зачем жить, тогда интересно жить становится. Вспомните Экклезиаста. Экклезиаст пишет о себе «Я был царём в Иерусалиме». Это царь, который достиг всего, это царь, которому не было равных и до сегодняшнего дня нет равных по мудрости, по блеску, по красоте, по роскоши. На Востоке умеют жить роскошно. И вот это царь, который достиг всего, и потом в конце жизни оглядываясь назад, рассказывая о том, как он заводил и певцов, как он строил много, как он пускался в разные удовольствия, и в конце концов приходит к выводу «А, суета, всё это!» А если говорить другими словами, может быть, более точное выражение подыскать, то от счета всё это, напрасненно всё это, то есть всё это не имеет смысла, потому что всё это здесь остаётся только на земле, и нет того смысла, который по-настоящему наполняет человека. А люди, к сожалению, любят тратить жизнь бессмысленно, напрасно тратить. Один мой знакомый психолог написал очень интересные советы, как потратить жизнь напрасно. Он написал «Семь советов, как потратить жизнь напрасно». Я вам их прочитаю, потому что многие, к сожалению, хотят воспользоваться этими советами. Первый совет его – «Откажитесь от Бога, не думайте о вечности, никому и ничему не верьте». Второй совет – делайте людям больно, любите только себя и никого другого, так спокойнее, прославляйтесь плохими поступками. Третий совет – никакого самоанализа, не позволяйте себя критиковать, ведь вы всегда правы. Осуждайте всех, жалуйтесь на всё, гоняйтесь за деньгами, врите людям, врите себе, унижайте всех окружающих, носите маску, притворяйтесь. Пятый совет – откажитесь от друзей, заводите побольше врагов, собирайте обиды и постоянно мстите. Шестой совет – обещайте, но никогда не выполняйте. Убегайте постоянно от ответственности, от работы, от любимого человека, убегайте, пока убегать будет уже некуда. И последний, седьмой совет – не читайте книг, живите на автопилоте, не думайте, смотрите только ТикТок. Если будете следовать этим советам, вы проведете жизнь абсолютно напрасно. Это гарантия. Люди, к сожалению, следуют таким советам и проводят жизнь действительно абсолютно напрасно, потому что они не имеют смысла, не хотят его найти. Ассав тоже заколебался в своих упований, в своей вере, в своей надежде, и думают, ну, зачем я всё это здесь делаю, зачем это я пою, зачем я молюсь? И вот дальше он говорит, доколе не вошёл я во святилище и не разумел конца их, вот этих нечестивых, в 17 стихе 72-го псалма он пишет, и рассказывает, когда он увидел во святилище конец всех этих нечестивцев, так на скользких путях поставил ты их и низвергнешь их в пропасти, как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов, как сновидения по пробуждению, так ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их. То есть, оказывается, надо посмотреть дальше. Если мы хотим увидеть результат, увидеть напрасно мы делаем что-то или не напрасно, надо смотреть не на сегодняшний день, а смотреть немножечко вперед. Ну, вот есть, наверное, известная хорошо вам басня про коня и хозяина на поле. Этот хозяин привез на поле целую телегу пшеницы, и конь так радовался и думал, что вот как можно хорошо покушать, какое хорошее питание у меня и будет. А хозяин, вместо того, чтобы использовать эту пшеницу, казалось бы, по назначению накормить коня, он начинает разбрасывать её в землю. Выбросил всю пшеницу, и конь думает, ну, какой неразумный, ну, как напрасно он выбросил всю эту пшеницу в землю. Но хозяин знает, что пшеница вырастет и даст плод. Конь этого не понял и не знает. Очень часто мы похожи на этого коня, который смотрит только на ближайшую несколько шагов, не видит перспективы, не видит дальше за горизонт нашей жизни. А почему так происходит? А очень простая причина, оказывается, наша греховная плоть не позволяет нам видеть Бога, не позволяет нам видеть вечность, не позволяет видеть дальше. Мы из-за вот этого греховного начала видим только материальный мир, видим только то, что доступно для нашей плоти. И для того, чтобы начать видеть дальше и понимать, напрасно или не напрасно я что-то делаю, для этого, оказывается, надо прежде всего снять пелену греха с глаз. Надо покаяться, надо обратиться к Богу, надо прийти к Нему с глубоким раскаянием для того, чтобы Он очистил, чтобы Он дал чистый взгляд, чтобы мы могли действительно по-настоящему смотреть и видеть, а что мы делаем, напрасно мы что-то делаем или не напрасно мы что-то делаем. Это вопрос, во-первых, обращения к Богу. И если только человек обратился, вот тогда он обретает смысл для жизни своей, он начинает понимать, что всё, что здесь происходит, это только несколько кадров в большой картине, в этом большом фильме, который происходит и который называется «Наша жизнь». Неземная часть этой жизни – это только эпизод в этом огромном полотне. То есть обращение к Богу даёт возможность увидеть результат, увидеть, для чего я живу, понять это. Но для нас, для верующих, которые уже тоже пошли за Господом, которые обратились, имеют смысл жизни, вопрос «Напрасно ли я поступаю или нет?» очень часто всё равно остаётся. И это правильный вопрос, потому что мы с вами живём здесь на земле, мы что-то делаем, какие-то проекты делаем, где-то что-то работаем. И часто возникает вопрос, а напрасно ли мы это делаем или не напрасно. Вот апостол Павел, например, рассказывает о себе в послании Галатам, он об этом пишет во второй главе, что когда он обратился к Богу, он обратился в Дамаск, как вы знаете, и он стал сразу проповедовать, он стал сразу проповедовать о Христе, рассказывать о том, насколько он заблуждался раньше, и проповедовал он не один день и не один год. Он проповедует, говорит Павел, 14 лет я проповедовал, а потом только через 14 лет, как он пишет в послании Галатам, он идёт по откровению в Иерусалим, то есть Господь дал ему какое-то какое-то указание, он пишет вторая глава послания Галатам, первый стих, через 14 лет опять ходил я в Иерусалим с Варнавой, взяв с собой Тита, ходил же по откровению и предложил там и особо знаменитейшим благовествование проповедуемое мною язычником, не напрасно ли я подвязаюсь или подвязался. Это Павел пишет, это не просто обычный какой-то там проповедник Иван Иванович, а это пишет апостол Павел, хотя Иоанн Златоуст очень метко заметил, хоть он и Павел, но всё же человеком был, то есть он тоже испытывал такие же сомнения и такие же чувства, как и мы с вами, и он тоже сомневался, а правильно ли он проповедует, то ли он говорит Богу, то ли он говорит людям, и эти сомнения он развеял через общение с братьями, через контакты с другими людьми, которые подтвердили, которые удостоверили, что действительно он правильно действует. Мы с вами тоже должны всё время проверять всё то, что мы делаем, насколько это правильно, насколько мы точно выполняем указания Божьи. И хорошо, если мы действительно проверяем это. Знаете, этот Павел во втором послании, в первом, простите, в первом послании Коринфина, в 15 главе говорит о Евангелии, которое я проповедую вам, которое вы и приняли, которым вы спасаетесь, пишет он, если нещетно уверовали. Вот он говорит о том, что можно уверовать тщетно. Верующие люди уже, которые вроде получили смысл жизни, которые понимают, что такое жизнь, для чего она дана, кто такой Христос, и всё-таки, оказывается, могут тщетно уверовать. А почему тщетно уверовать? И дальше он объясняет, собственно, вся 15 глава как раз посвящена вот этому объяснению. Он говорит, что если вы надеетесь только в этой жизни на Христа, то вы тщетно уверовали. Есть воскресение мёртвых, и видеть надо то, что будет дальше, то, что будет потом. И если вы не верите в воскресение мёртвых, если вы не принимаете целостное Евангелие таким, как оно есть, то вы тщетно уверовали. Тщетно – это значит напрасно, впустую. Это же страшно. ходить 20-30 лет в дом молитвы, петь, молиться, а потом оказаться, что это тщетно, напрасно. А почему тщетно? Да не точно верили, не так поступали, не так жили. И насколько печально будет тем людям, которые вот так жили и с тщетной верой, когда они окажутся перед воротами Царства Небесного и увидят себя изгоняемых вон, как говорил Христос о некоторых людях. То есть очень важно проверять себя, не напрасно ли я здесь, не напрасно ли я хожу. Объективно говоря, не напрасно. Все, кто по-настоящему веровал во Христа, те абсолютно не напрасно тратят время, вместо того, чтобы в воскресенье идти куда-то гулять, отдыхать или спать, они приходят на собрания, они вкладывают свои усилия, финансы вкладывают. Для чего? Оказывается, для того, чтобы потом не напрасно жить, для того, чтобы жизнь была осмысленной уже здесь, на земле, и для того, чтобы иметь смысл после смерти, вечности. И вот эта вторая часть очень важна для того, чтобы мы могли посмотреть на свои дела уже как людей верующих. Действительно ли мы делаем правильно то, что мы делаем? Это вопрос, который должен быть постоянно перед нами, мы должны всё время проверять. Не просто по инерции делать, ну вот, просто приходим сюда и просто сидим здесь, потому что, ну, принято так делать. Может быть, Господь желает, чтобы мы что-то сделали другое, чтобы мы отправились с благою вестью, может быть, для того, чтобы выполнить какое-то поручение Божье необходимо. Мы должны проверить себя, то ли мы делаем, что надо делать. И хорошо, когда после этой проверки мы убеждаемся, что да, Господи, мы действительно идём правильно. Наша вера действительно не напрасна. Наши молитвы принесут результат, но не всегда он виден здесь и сейчас. И вот вера, надежда – это те качества, которые помогают нам преодолеть сомнения и правильно оценить, не просто слепо верить то, что в конце концов всё будет хорошо. Нет, не для всех всё будет хорошо. Будет хорошо только для тех, которые приняли Христа, которые жили в соответствии с Его Словом, поступали правильно в соответствии с Его Евангелем. И вот для тех действительно всё будет хорошо. И жизнь, оказывается, для них не напрасна. Дал бы Господь нам жить не напрасно на этой земле, а жить для славы Божьей, для того, чтобы Ему была постоянная хвала нашему Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь. Помолимся Господу! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok